Добрый вечер, здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Сегодня, как и все предыдущие годы и дни, со сцены Большого Зала Воскреской Консерватории будет звучать музыка. Музыка всегда может сказать нечто большее, чем мы готовы выразить слова в те или иные моменты нашей жизни. Песня крушит года, этим она горда, ранит навек сердца, это ее беда, опередит гроба, это ее мольба. И в сегодняшнем концерте принимают участие музыканты, которые не случайны в своем умнании в этот сегодняшний вечер. У них есть среди прочих достоинств способность быть подвижниками, подвижниками своего дела. Их музыка является словом и своеобразным орудием понимания и мыслей. Дружба с Зеновием меня обогатила во всех смыслах. Он человек уникальный во всех смыслах. Его гений заключается в том, что Зеновиев может в очень короткой фразе объяснить суть сегодняшнего мира. Отчего и куда это идет. Этим дароматом не обладает на сегодняшний день никто, кроме него. Я обожаю его как великого человека. Это слова Мстислава Ростроповича. Прогрессивный мир год назад отметил 90-летие со дня рождения выдающегося человека, мыслителя, пророка. Его имя Александр Александрович Зеновиев. Вы знаете эту цитату из колоссальных лет прошлого. Нет пророка в своем Отечестве. Для нашей страны эта фраза как никогда актуальна и посвятительна. Но ему, его мысли, удалось и быть, и удалось вернуться спустя время. Другой поэт Евгений Евгеньев-Тушенко в одной из своих песен, стихов для этой песни, сказал, цитата, «Дай Бог, чтобы твоя страна тебя не гнула с обожищем». И в 1978 году он со своей семьей вынужден был покинуть свою страну, свою родину. Когда-то в 16-17-летнем юноше он встал против и позволил себе сказать слова против сталинского режима. Он был арестован, он бежал, он скрывался. Потом были годы Великой Отечественной войны, и он сражался за честь и независимость нашей семьи родины. Потом он был студентом, аспирантом, а впоследствии педагогом, профессором Московского государственного университета Илья Ломоносова и подавал, точнее, профессора в других институтах и университетах. Его мысль набирала обороты. Он задумывался о самом настоящем, о самом живом, оказалось бы, простейшем понятии о человеке. Да, человек звучит гордо. И эту фразу Максиму Горькову мы позабыли благополучно. И сегодня, уже в 21 веке. Но как нам не хватает, согласитесь, личностной доминанты в сущности того или иного человека, нашего с вами соплеменника, другого гражданина. Ведь это самое простое, оказалось бы, элементарное. Улыбнуться друг к другу. Начать уважать другого человека так же, как себя знал. И не совершать вещественных поступков. Потому что одна малейшая, маленькая ложь возрождает ложь иной, большую. Мыслитель Зиновьев выступал против мракобисия. Он верил в разум, который воскресит истину. И эта истина будет носить общечеловеческий характер. Я неодавно сказал, и не один раз это повторил. Ему, его мысли, удалось вернуться. Удалось вернуться и в 20 столетие, и в 21-е. Хотя в том же 20 веке, и эта цитата из Зиновьева, не так все было гладко. Хотя этот век был серьезно романтичен. Но в нем была и надежда. Наш 20 век был, может быть, самым драматичным в истории человечества с точки зрения субъекта, народов, идей, социальных систем и цивилизаций. Но несмотря ни на что, он был веком человеческих страстей и переживаний. Веком надежды и отчаяния, иллюзий и прозрений. На смену ему двигается громады веков сверхчеловеческих или постчеловеческой истории. Историй без надежды и без отчаяния. Без иллюзий и без прозрений. Без обольщений и без разочарований. Без радости и без горя. Без любви и без нервности. Цитата из Александра Зиновьева, 1982 года. Парадокс. Но 23 сентября нынешнего года общеизвестная газета «Комсомольская правда» опубликовала отрывок из телевизионных дебатов первым президентом России Борисом Николаевичем Ельцимом и мыслителем, философом Александра Александровича Зиновьева. Теледебаты в прямом эфире телеканала французского телевидения «Антен-2». Это было приковано в нынешнем сентябре. Парадоксально, прозрение и глубина мыслей философа Александра Зиновьева. Другое дело, по каким причинам, с учетом какой мотивации, этот отрывок был помещен в издание в сентябре нынешнего года. Оставим это за скопками. Но мы можем всерьез сконстатировать его мысль действительно была пророческая, применительно к тому, что происходит в нашем обществе сегодня. Когда-то, даже в советские времена, в эфире радио, советского всесоюзного радио, читали строки из Дмитрия Завевича Лихачева о интеллигентности, которая изначально развивает интеллектуальную составляющую мысль и последующую культуру поведения. Такое ощущение, что сегодня про интеллигентские задачи мы позабыли. Но цитата из Александра Зиновьева, датированная декабрьом 2005 года, «Хочу, чтобы народ, которому я принадлежу, выжил в качестве исторически значимой величины в сложившихся безрецидентно страшных условиях. И необходимы условия для этого объективно-беспощадное понимание сложившейся реальности. Желаю моих соотечественников стремиться к этому пониманию, каким бы ужасом же оно ни было. Иначе нас просто исключают из истории». Он написал труд, литературный труд, под названием «Ома советинус». И, скорее всего, в продолжении сегодняшнего вечера вы услышите некий отрывок из этого литературного труда. Это история, полная и сатиры, и конкретного юмора, адресованная человеку советского времени, человеку советской эпохи. Его мысли удалось найти очень глубокое обобщение этого персонажа. И вот и персонажи, к сожалению, наверное, а может быть и нет, поскольку это правда, правда которой служил истинно, честно и верно. И с этим Зиновьев мы сможем узнать кого-то из нас самих. А вот цитата из Александра Зиновьева 2006 года. Фактор понимания – высокоразвитый интеллект хозяевам нового мира не нужен. Они вообще не знают и не понимают, что это такое. Частное, причинно-частичное использование интеллекта – дело в жизни людей самое обычное. Но они не выходят за узкие рамки частности и существенным образом не влияют на суммарное состояние интеллектного человечества. Интеллект в моем понимании фактически не изучался и не изучается во всю его мощь, в обозримом будущем. Принципиально важные перемены исключаются. Осуществлять их некому. Эмин никому не нужны практические. Это было сказано, я повторюсь, в 2006 году. Сегодня будет 2013. Что будет дальше? Что будет потом? Нужны ли нашей стране, нашему государству и Отечеству и мысль, и пророчественность, и сам никто иной, как пророк. Здесь мы поставим многоточие. Но еще расскажу. В 1990 году, когда было подписано решение о возвращении философа, с уже тогда европейской мировой славой и именем, потому что там на Западе он был назван и удостоен звания почетного гражданина нескольких европейских городов. Там узнавались и обыковались его сочинения. До нашей страны они не доходили. Но он всецело был гражданином своей родины. Когда был подписан указ о его возвращении, он вернулся, потому что это была часть его жизни. Это была его родина, корнями которой он пытался. В 1999 году он стал снова работать, работать в учебности в нем звания. Сегодня уже в городе Кострова, на его родине, установлен памятник в честь русского мыслителя Александра Александровича Зиновьева. И ежегодно учреждается премия его имени. Мы видим, что его мысль жива. И наверняка она сможет принести свои благодатные плоды и в последующие годы. Только важно, грамотно и верно, а самое главное, честно, расширять этот его посыл в наше будущее, в будущее своей страны. На сцене Московский камерный оркестр времена года, художественный руководитель, заслуженный артист России Владислав Мулахов. И камерный хор Московской консерватории, основатель хора профессора Борис Степлер, художественный руководитель Александр Соловьев. Время музыки сейчас прозвучает заключительный хорал, хорал из «Страстей» по Иоанну Иоанна Севастена Баха и отче наш, Альфреда Шельфе. И еще мы назначим Евангелие для Иоанна Александра Соловьева. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Установлено циклотронами в лабораториях и в кабинетах, хромосомами и электронами мир заполнен. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Господи, надо немного, в пустяке таком не обидь, будь всевидящим, ради Бога, умоляю, пожалуйста, видь, просто видь, видь и только, видь всегда, видь во все глаза, видь, каких на свете и сколько дел совершается против и за. Пусть будет дело тебя всего-то, видь текущей, больше не мне, однако пусть будет твоя забота, видь, что делаю я, что они, я готов полететь на уступку, трудно все видеть, видь что-нибудь, хотя бы сотую долю поступок, хотя бы для этого, Господи, будь. Жить без видящих нету ночи, потому, надрывая грудь, я кричу, я поплю, отче, не молю, а требую, будь, я шепчу, я хреблю, будь же, отче, умоляю, не требую, будь. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры подогнал «Симон» 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 Спасибо. Концерт номер девятнадцать, фон-шо для формиярных оркестра. Исполняет Московский камерный оркестр «Времена года». Дирижер, художественный руководитель оркестра, заслуженный артист России Владислав Рубахов, солистка, лауреант международных конкурсов, лауреант молодежной премии «Триумф». Ксения Александровна Зиновьева, Россия Германия. Ксения Александровна 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 КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 КОНЕЦ 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 Винченцо Беллини, Каста Дива, Коботина Норма из оперы Норма, в сопровождении Московского камерного оркестра времена года и камерного хора Московской концерции. КОНЕЦ 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 Россия, народная артистка Республики Абхазия, солистка Московского государственного музыкального театра «Геликон-Опера» Алиса Китсба. Дирижон Лариса Кулакова. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Сляко, кисло, мошка, кисло, а у вас газета удобства, богатства, где лучше? Вы нас в Сибирь не пихаете, мы в Бакомо сыты, мы сюда хотим, в Европу, а в Сибирь мы вас все время не вышли, а мы вас все время не пустим, печит испуганных, взмущенных висений. Вы первые и, пожалуй, единственные, кто говорит так, говорю я, но вы, к сожалению, уже раздали, а мы уже здесь. Я стала купником чужих высот, поверила, что высота спасет от сорванных засовов и ворот распахнутых, но ошибался тот, кто мне внушил надежду на победу. В разбеге и подвороте набежу страх, на светлой колокольне тлен и прах, и загорят за лучшим от победы. Нет, не поверил славистых облаков и не озмопок тяпских лесопадок, а старой страсти новый поворот перечувствую и таинством дышу, настольным на земле русской речи. О, суеверное предощущение встречи с тем, о котором помню и молчу под куполом, где случай гасит свечи. Действительность похожа на любовь, растет печаль, перерастая боль рождения свободы и отваги. Здесь праведы склоняли толпы стяги, здесь мать молчит, и здесь стоит звезда над местом горни, на священной плахе, где Иоанна наникнет голова в суровой, окропавленной рубахе. Человек, затрудненный речью, говорит, говорит и все время икает. Как такому рассказать о рыбе? Как мне найти дорогу в дом, если друзья в уголе будут собачьи там, где рисунки приткнулись к небу, а в них плывут, удивляясь, остывшие, прозрачные, словно коктейль на речке, гунтяя в облаке. И мне не страшно думать об ангелах в четких крыльях. А патриарх, говорит, просила, не смей страдать, злота рыбка. Иди, ведь люди как звезды в плывах в созвездии и молчат веками, молись и срушись, гвоздья, покорений. Но я открываю ручок и читаю, опять перес послал нахрен в созрех, от созрех в прошлом, ему не сладко. Зачем ты меня оставляешь думать? Вот я сижу в плаще и в тресле, в квартире, губой, как мама в ванне. Та шаг говорит, что светят моти, у ног остывает жилая пива. Ну, как сексуально нам растут, и тогда читают. А ты не шутишь? Как будто уже все нужно ли было. Но я молчу, а вот Путин кричит огонь и гонит Россия. Какого черта я спелилась здесь? Какого черта, когда все ясно? И я затихаю, как спящий Генрих перед диким Гитлером в фильме страшно. Седли, чтит имя, что лучше на память. Прощай, я тебя никогда не увижу, ведь ты с каждым днем все вернее и все ближе. Зачем о себе, как желаю на павше, зачем тебе, словно вечность, вижу накануне. Сто лет подряд, и в тысячи веков, росло державу каменное тело. В нем сердце обрываясь холодело, не узнавая первозданных слов. На площадях безумеет людьё. По переулкам ходят душегубы, и бронетранспортеру бывло грубый. Врачу жизнь вернее, чем у неё. Под пятериной правительственной двами Не покачнутся стены вечных зданий, Вместилища пороков и надежи. Война уснёт. Её безлим не держит. И воровская шайка облегчённо поднимет влаг. Над горизонтом чёрным от дыма завалённых в солнышке Нас погибли, спасёт. Я ученица Александра Александровича Зиновьева, И я верю в ней. И я верю то, что будет иначе. Спасибо. Вас приветствует пианист, лауреат международных премий Станислав Дея, Польша. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте, друзья Александра Зиновьева. Я один из вас, потому что больше 15 лет мы разбирали похожую судьбу, как эмиграли в городе ремионных и столице Баварии. Мы жили недалеко друг на друга и Ольга можно подтвердить. Мы бывали друг в друга два раза в неделю. И стали очень близкими. И фруктом этой дружбы являлось моё переважение на польский язык для меня одной из самых сильных книг Саши ГОМО САРИННОС. Я бы хотел прочитать вам на польском языке кусок с этой книги. Конечно, я не забираю вас, что будет польского языка, но я думаю, что можно стойко на этом концерте показать, как звучит Синогик на польском языке. Я бы осуществлял, что ведь много за польсером поймёте, потому что славянский язык. Это, когда я собирался подбирать, я вообще-то открыл случайно в каждой стороне язык. Вот это подходит, как всё из него. Я очень умно, всё очень компактно, всё подходящее к любой день, к любой обстановке. Даже такой, как сегодня. И нашел вот такой замедленный подзаглавие НЕ и ЗАПАТНЫ, НЕ и ЗАПАТНЫ. ЗАПАТНЫ, НЕ ИЗАПАТНЫ, НЕ ЗАПАТНЫЙ, НЕ ЗАПАТНЫЙ ПОРТРЕТ НЕГО ЗАЙСТРЕТНИЙСЫХ РАДИЦКИ ПРИБУДЦ. НЕ МОГОНОЙ ПАНУВАТЬ ЧЕКАВОЩИ. ЗЛАМАЮ СВОЁ ПРИСЯНКЕМ ДЕЗАПЛОДАНИЯ ДО ПРАСЫ ЗАПАТНЫ. ОКАЗУЁЕ СИ, что ЗАПАЛА В РОДЗАЮ ЛЮЗКИЕГО ЗДЕХАЛА. ЗДЕХЛА ПО ПРОСТУ ЗЕ СТАЛОЩИ, А В ГАЗЕТАХ ТОТЕЙШКИХ ПРИСЁ, ОКАЗУ, ЖЕГО УСТРНЄЕНТО, НАЗЫВАЄОГО ГЕНИUSZЕМ ЗАПЛИСОВЫЙ КРЕЛЛОСКИХ АХИНАС. А БИО, ВЫБИНЫМ МОДРЕМ, ПРЦІЯНИАКИМ. САМ МИЯЕЗ НИМ НЕРАЗ ПОЦИНИЯ И ПРАСОВАЮ ДЛА НИЕГО. Як о МОЖЛИВЫХ НАСТЕPCУВ ГАЗЕТЫ, ВЫМЕНЯЮ ПРАКИ, КТОРЫМ ПОРА НА ПАННЮІ ВСЯТ. тоже под 80-летним. Им также привлекают цепь любитных особистов, хотя в смысле негативных. В ручном, но темат прошедших в измене в хирургисте и в политике Кремля. Где же причина таких карикатуральных помылек людей запутных в оцене зjawистов нашего животного. В том, что наше жизни бежит в собственную меру. А опрочу этого не хотят себя признать, что выпроводзают в поле москейске примитивны, которые побили под этим взглядом все эти historyczne рекорды. Если облино тебе от полца, гениушь зла, то в розумении, а узасаднене. Нужно быть навеком думным, что наша годность не позволяла нам упасть в пакизм. Леч, чтобы партнер, который тебя ограл, не был даже в человеке, а единственной примитивной функцией społecной в постаре истоты, человек оксштабленный, нет. Чегось такого быть не может. В результате найкредитивнейших под взглядом интеллектуальным партийных урженниц в роде Сталина, Крушчова, Брежлена, Суслова, Промыки и им подобных, Прекштацталкают в запомни выобрази в гениуши и славы. Как бы и славы, но гениуши. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Шиштофер Дейнский чемпиона из цикла Польский реквиль. Переложение Станислава Дейнский. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Его металлок – высочайшая культура мышления, его храм – наука, его мир – социум, изучение законов которого он посвятил всего себя. Его основной закон – остаться человеком Божьим, только идя против течения. Лучше над давлением и в одиночку прикоснуться к чистому потоку истины, чем долго и вместе со всеми болтаться во лжи. Какие цитаты? Александр Александрович Кутинович. Михаил Валич Клинка. Речи на цифре Ария Вани из оперы Иван Сусанин. Партию фантерианы вспомнит Антонина Катутнова, солист, солист государственного и темического большого театра России Владимир Магомадов. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПЕСНЯ 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 ПОЮТ НА КАНАЛ 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 Дорогие друзья, мы будем жить, жизнь продолжается, и пусть у каждого из вас, пусть у каждого из нас с вами, она будет счастливой, несмотря на что, и вопреки всему. Добрый вечер, друзья, мы благодарим вас за внимание. Мы благодарим вас за внимание. Продолжение следует...